Музыка Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада приветствовать вас в нашей волшебной мастерской. Сегодня мы с вами будем делать вот такую сову. Но она не простая, она будет с секретом. А какой, вы узнаете немного позже. Что же нам понадобится для того, чтобы ее смастерить? Нам понадобится треугольный лист цветной бумаги, желательно двухсторонний, цвет, какой вы сами захотите. Два глазика. У меня они распечатаны на цветном принтере. Вы можете или нарисовать потом, или приклеить какие-то другие, какие вам больше понравятся. Клей-карандаш, фломастер и ножницы. Приступаем к работе. Треугольник. Складываем вот так, не до середины немножечко, а от себя. Складываем, ребята, от себя. Хорошо прижимаем линию сгиба пальчиками. Вот такой кораблик получается. Сгиб разворачиваем. Ножницами разрезаем с одного края. Делаем два. Ну, чуть-чуть. Вот такие вот надрезы. С одной стороны надрез делаем. И с другой стороны по линии сгиба. Аккуратно режем от себя, ребята. С ножницами обращайтесь. Аккуратно. Складываем. Обираем на место. Вот такие вот надрезики должны получиться. Теперь треугольнички, надрезанные сверху, мы складываем по линии сгиба с одной стороны. Вот так. Прижимая пальчиком. И с другой стороны треугольничек. По линии сгиба. Аккуратненько. Вот так вот. Они будут заходить немножко друг на друга. Уголками. Мы их склеим, чтобы они у нас не разворачивались. Намазываем один уголочек. Вот так клеим. И прижимаем пальчиками, чтобы они держались крепко. Так. Переворачиваем. Загибаем вот так вот кверху, вниз. Приглаживаем хорошо пальчиками. И концы заготовки складываем гармошечкой. Вот так. Проглаживаем пальчиком, не забываем. И в обратную сторону. Вот так вот. Немножечко кверху. Вот тут снизу получится у вас маленький треугольничек. Должен получиться. Это будут крылышки совы. Вот так вот будет это выглядеть. То же самое делаем с другой стороны. Прижимаем пальчиками. И отгибаем в обратную сторону. Вот. Вот такие вот у нас будущие крылышки нашей совы. Чтобы это было похоже на совушку. Еще раз берем ножницы. Треугольничек. Закругляем ножницами. Это у нас будет голова совушки. Совушка-сова. Большая голова на пеньке сидит, головой вертит, во все стороны глядит. А чтоб она глядела своими глазками, мы ей их сейчас приклеим. Вот такие у совы глазки большие. Сова глазастая. Она же ночная птица. Так, один глазик приклеиваем. И второй. Смазываем клеем с обратной стороны. Прикладываем. И приклеиваем. Пальчиками хорошо прижимаем, чтобы глазки держались. Хорошо. Так. Ну вот, уже почти закончили. Сейчас мы сделаем для сову у нее крылышки, чтобы они у нее летали. Вот так вот делаем надрезы. Не до конца, ребята. Вот. С одной стороны. И с другой стороны. Вот такая вот совушка-сова. И с помощью ножниц мы немножечко крылышки закрутим. Ну, для этого вы, пожалуйста, лучше попросите родителей, скажите, помолите, пожалуйста, чтобы сова у нас получилась более настоящая. Вот такие вот уже у нее крылышки получаются. Что же нам еще? О, забыли про ушки. То, что вот мы с вами отрезали уголочек сверху, закругляя головку для совы. Вот из них у нас получатся с вами ушки. Один уголочек отрежем. И второй. Вот таких два ушка у нас получится. Так. Смазываем краешки клеем. И приклеиваем с другой стороны. Вот. Одно ушко приклеили. И второе. Чтобы она не только смотрела, но еще и слышала. Наша совушка-сова. Большая голова. Вот так. Ну, и с помощью фломастера мы нарисуем клювик и перышки. Так. Рисуем совушке клювик. Вот такой вот остренький. Пёрышки. Вот такая она у нас будет пестренькая. И на тельце вот такие вот перышки. И две лапки. Как же она у нас будет сидеть без лапок? Внизу два полукруга. И коготочки. Вот такая вот, ребята, совушка у нас получилась. А в чем же секрет? А в том, что у нее здесь есть кармашек, в который можно положить секретик. Или записочку. Или, как вот здесь у меня, конфетка. Вот. А в кармашке у совушки лежит конфетка. Вот такая совушка-сова у меня получилась. А у вас, ребята, она получится еще интересней. Самое главное, что у вас там будет лежать свой секретик. А на этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До новых встреч.